Есть привычка к труду, а есть потребность и, что выше всего, призвание. Есть страсть создавать новое, назначенность к этому новому. Семьдесят восемь лет, простонав всю ночь, Ренуар заставлял нести себя в мастерскую. Скрученные ревматизмом пальцы не держали кисть, ее привязали к руке. Ренуар писал, подпирая правую руку левой. И так много лет. Из воспоминаний Валлара Призвание уже своего рода долг. Поступить иначе ты не можешь. Но тот, кто хочет добиться успеха и чувствует себя способным, должен отказаться от подражания. Да. Усвоить все прошлое и пойти своей дорогой. Совершенство — это всеобъемлющий закон природы и человеческого общества. Уйди так глубоко в себя мечтой упорной, чтоб настоящее развеялось, как пыль. И тогда, и особенно теперь, не покидает мысль. А если бы отдаться тренировкам без остатка? Весь спорту? Что за результат можно было бы добыть? Понятно, любой результат обречен на заурядность времени. И все же. И все же, сколько бы я ни тренировался, измождение не ведал. Я уставал до немоты мышц, до обезвоживания организма. Но после короткой паузы снова оживал и был готов к работе. И я работал. Даже кожа на руках не всегда выдерживала. Лопалась обувь, сгорали рубашки. А я все еще был могуч силой. Благословенно работа. Сочна и правильна жизнь. Осмысленная через работу. Крепка здоровыми чувствами. Все мгновения полновесны. Ни единого дыхания в холостую. И вся земная твердь особенно близка и понятна. На мой взгляд, атлет значителен не победами. Новое, что несет с собой атлет, и превращает его в настоящего чемпиона, чемпиона среди чемпионов, в имя среди тысяч медальных имен. Борис Кузнецов в книге об Альберте Эйнштейне писал, «Гений не тот, кто много знает, ибо это относительная характеристика. Гений много прибавляет к тому, что знали до него. Эпигоны гения знают, как правило, больше него. Но они не прибавили ничего или почти ничего к тому, что люди знали раньше. Их деятельность характеризуется, может быть, большим объемом познанного, но нулевой или близкой к нулю, производной по времени. Своим существом большой спорт не составляет исключения. Он тоже от жизни общества. И при всей внешней далекости от науки подчинен тем же законам. Ее категории приложимы и к его смыслу. Все в развитии человечества переплетено в единый клубок общего. Тяжело и жалко смотреть на людей, которых страх смерти вынуждает жить с опущенной головой и в вечном бережении каждого шага. Да пусть она провалится, смерть, чтобы она, пока бьется сердце, диктовала поведение. Пусть подождет в передней, а еще лучше на дворе под дождем и вслякать. Никто, пока я жив, не станет хозяином моих страстей и желаний. Никто и никогда не затенит мне солнце. Смерть есть, но это не значит, что ты у нее в халуях. Пока я жив, буду искать радость и улыбку себе и людям. Я склоню голову только перед радостью, радостью, имеющую тысячи лиц. Слово «подвиг» производное от слова «движение». Подвиг — это значит что-то продвинуть, вырвать из заурядного, познанного, а это всегда новое. Друг мой, храни героя в своей душе. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова